МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья. Сегодня в главной роли директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Алексей Константинович, здравствуйте. Россия, Голландия. Пространство взаимодействия. Так красиво называется выставка, которая сегодня открылась в историческом музее. Действительно очень богатая история взаимоотношений. У нас даже государственные флаги похожи. А вот чего бы лишилась точно России, если бы не это самое сотрудничество и взаимодействие, и что не нашла бы Голландия? Я просто слет отвечаю на этот вопрос. Она бы, во-первых, лишилась всей своей терминологии военно-морского флота. Рейд, рейс, кок, камбус и прочее. Хотя это не шутка, это действительно так. Но дело в том, что если мы взглянем вообще на историю, я в первую очередь говорю историю российского государства, то мы увидим о том, что Голландия на протяжении самого длительного времени, без мельчайших перерывов, была постоянным партнером России и партнером очень близким и с культурной точки зрения, и с экономической точки зрения, и с дружественной точки зрения. Это всегда была дружественная для России страна на протяжении длительного времени. А вот это длительное время, это сколько? Это 400 лет как минимум? Вы знаете, ну да, мы выставку свою начали с 16 века. И в 16 веке мы видим первые документы, документальные свидетельства о развитии торговых и экономических связями с Россией и Голландией. Ну вот пришел новый Романов. У вас, кстати, в историческом музее как раз есть параллельно выставка «История дома Романова», правильно? Да, а на этой выставке у нас, как вы знаете, присутствует грамота, которая была послана в воцарение Михаила Романова на царстве. Это принцу Аранскому? Да, да, это был первый документ, который как бы приветствовал нового государя на троне. И Романов просил, 16-летний русский царь просил взаимодействия в противостоянии Польши. Потому что, если я ничего не путаю, то Королевич Владислав как раз очень сильно претендовал тогда на русский трон. Естественно, да. Это вопрос, который на протяжении очень долгого времени беспокоил Россию. И окончательное решение этого проблемы было снято только лишь при подписании Вечного мира уже в 80-е годы. Так что, естественно, поддержки и эту поддержку он получил. В самом центре Петербурга на одной из набережных установлен необычный памятник Петру. Он не такой не парадный, не медный всадник, а он так с топориком так примастился и что-то там этим топором вытесывает. Вот что было сделано самое главное после того, как 200 русских послов и некий малоизвестный унтер-офицер Петр Михайлович, за которым, собственно говоря, за этим именем и скрывался царь Петр. Правда, недолго его все равно раскусили. Вот что с тех времен было сделано в этом пространстве взаимодействия наиболее кардинального? Ну, вы знаете, вот если мы опять вернемся к хронологии выставки, то мы ее охватываем с... это вот пространство и время этих взаимоотношений мы охватываем с XVI века до I, III, XIX века, не случайно. Потому что я бы не концентрировался только на Петре I, потому что еще до Петра I практически все самое современное вооружение, которое приходило в Россию, это было голландское огнестрельное оружие. Поэтому, если мы сейчас обратимся к нашим коллекциям, то выясним о том, что именно на территории России содержатся самые большие коллекционные группы голландского оружия. С помощью голландцев основывались первые мануфактуры, современные мануфактуры, которые, так сказать, устанавливались в Туле, да, и которые направились на производство того же самого вооружения. Сама Голландия не могла существовать без России, потому что Россия давала ей необходимые заказы, не только заказы, хлеб, пенька, смола, воск, все, что необходимо было для построения флота, одного из самых лучших флотов мира. Отсюда и желание Петра I в первую очередь поехать в Голландию, потому что взаимоотношения были наиболее тесные. В Голландии страна была наиболее уважаемая с точки зрения России, связи уже были, так сказать, упрочены практически в вековой истории, поэтому он обращается в Голландию, хотя не получает там того, чего он хотел. И поэтому сам он переезжает в Англию, именно там продолжает свое обучение. Но первое обучение морскому делу... И плотницкому, в том числе. Плотницкому делу происходит здесь, в Голландии. И потом взаимоотношения не прекращаются, да, и голландцы принимают активное участие в строительстве Санкт-Петербурга, и первые экономические связи, первые купеческие связи. Многие даже говорят, что, извините, Амстердам и Санкт-Петербург, они похожи. И Россия хорошо отплатила этому, ведь именно русские войска освобождают в 1813 году территорию Голландии от Наполеона, и Россия играет значимую роль в восстановлении королевской власти в Нидерландах. То есть, фактически, королевство Нидерланды как раз с 1813 года официально и существует в Европе. Да, конечно. После того, как наши русские войска... Ну, а потом вспомним Анну Павловну, одну из самых любимых королев в истории Голландии. Это дочь Павла. Дочь Павла I. А как это отражено на выставке? Есть какой-то документ, я не знаю, свидетельство о браке, условно говоря? Вы знаете, у нас представлено на выставке, достаточно посмотреть, у него представлены многочисленные документы, связанные вот с этим актом. Это государственный акт все-таки был. У нас представлены потрясающие документы и живописного характера, и, так сказать, личные вещи. Так что мы остановились на этом. Ну, тут есть действительно что вспомнить. Получается, что Вильгельм Аранский, принц королевства Нидерландов и русская принцесса, да, получается так, Анна Павловна породнили два... Два королевских, да. Двора. Декораторский и королевский. Замечательно. А что сегодня? Или это не входит в задачи выставки? Вы ограничиваетесь серединой 19-го века, да? Да, мы ограничимся даже, больше сказать, первой-третью 19-го века, потому что, ну, вы сами понимаете, что невозможно ответить на все вопросы, и у каждой выставки есть свой авторский коллектив, это со стороны голландской. Нашим основным партнером был небольшой, но очень интересный музей, недалеко от стандарма Зюндерзея музеем, это не первые их контакты уже с нашей страной, проводились выставки, посвященные Архангельску по взаимоотношениям между Россией и Голландией, сейчас мы уже более широко, так сказать, посмотрели на эту тему, и не только исторический музей принимал участие в выставке. Эрмитаж наверняка, потому что есть же центр. Да, и музей Московского Кремля, всего где-то около 14 музеев со стороны Российской Федерации, 13 музеев со стороны Голландии. А вот еще один вопрос, я сейчас вспомнил как раз о взаимодействии. Где яйцо, а где курица? Гжель и Дельфт? Ну, вы знаете, я думаю, что вот та же самая Гжель, которую мы сейчас хорошо знаем, белый-синий цвет, это немножко более поздняя Гжель. Да, Дельфт там прослеживается очень явно, но Гжель в период ее зарождения, существования, рассвета, она имела несколько иную, более колористичную гамму. Еще одну вещь я вспомнил из школьной программы, а может быть нет, то, что первым посетителям кунсткамеры, а первые экспонаты были Петром привезены тоже из Голландии, ну не сам царь, конечно, но явно по его указу наливали рюмку, таким образом заманивали в музей. Ну, во всяком случае, я насколько помню, Петр отнюдь не был, так сказать, трезвенником в своих отношениях, и это хорошо, что рюмку. Как правило, как следует описание из других торжественных мероприятий Петра, там наливали гораздо больше. А когда были самые теплые отношения между нашими странами, ну, в период, когда породнились два двора, или было еще более теплое время? Да вы знаете, дело в том, что, честно говоря, в взаимоотношениях между Россией и Голландией очень трудно найти время, когда отношения были плохими. Потому что, если мы вспомним 17 век, то я уже говорил о том, что Голландия играла огромную роль в торговле, и она поставляла в Россию самое главное, она поставляла сюда современное оружие, самое современное оружие того времени. И, более того, насколько я помню, вообще по законам Нидерландов продавать оружие за границу было запрещено, и то есть это был конкретный выбор той страны, куда она поставляла вот этот вот очень интересный вид товара. До 50 тысяч за один завоз мушкетов и пистолетов, которые приходили через Архангельск в Москву. То есть российское... Новейшее вооружение. Новейшего, я подчеркиваю, новейшего вооружения для того времени. Таким образом, Российская империя укреплялась и росла на голландском оружии. И отношения были очень теплыми. И такими же тесными отношениями, может быть, немножко смещаются в сторону каких-то более широких гуманитарных связей. Я имею в виду 18 век, потому что Россия сама становится в 18 веке серьезной экономической державой. И в 19 веке, может быть, та роль, которую имела Голландия в те времена, она теряется, но все равно на протяжении всего времени отношения оставались наиболее теплыми и наиболее, так сказать, тесными. Мы с вами, Алексей, в самом начале как раз заметили схожесть флагов, государственных символов, важнейших. И вы сказали не случайно. Действительно, цвета совпадают. Различается только расположение этих полос. Красный, синий и белый. Ну, все-таки тут надо сказать, что в голландском флаге вот этот цвет красный, он немножко имеет такой оранжеватый оттенок, он немножко другого оттенка. А история знаменитая, это первый русский корабль, который был построен Дидинови. И есть различные мнения, и то, что для него был создан вот этот флаг, который потом пойдет в основу, так сказать, русского государственного стяга. Есть другие объяснения о том, что когда делалось вот гравированные изображения знаменитого короля Орел, просто необходимый был флаг, и тогда опять-таки голландский гравер, он изобразил на гравюре именно голландский стяг. Петр Первый выбирает вот эту вот гамму. Естественно, он выбирает ту гамму, которая ему нравилась, которая ему была в какой-то степени близка. Вот. Я думаю, поэтому не случайно. Но взаимоотношения, особенно и в начале правления Петра, он именно на Голландию ставил как на основного своего союзника. Этот год особый для исторического музея, он юбилейный, 130 лет, и это широко отмечается музейным сообществом, но год продолжается. И, говоря театральным языком, сезон. Что еще из того, что здорово греет душу и заставляет так гордилеем расправлять мечты? Ну, вы знаете, да, мы сейчас, у нас впереди целый ряд проектов, в том числе и выставочных проектов, которые мы готовим. К сентябрю мы готовим проект, связанный с, опять-таки, датой юбилейной этого года, 400-летия со дня воцарения династии Романовых. На русском троне мы готовим выставку, уже одна стоит, она посвящена первым Романовым. Эта выставка будет выглядеть несколько иначе, она представляет романовский портрет, как мы ее называем, портрет династии. Мы продолжаем нашу вот эту вот тенденцию к проведению выставок, связанных с русским портретом. Помните, именно на базе нашего музея проходила презентация так называемой Национальной портретной галереи, поэтому в конце года мы представим выставку под названием «Купеческий портрет». Это действительно редкий, кстати, вид портрета, который я думаю, что немногие музеи могут похвастаться той коллекцией, которая есть в историческом музее. И мы ее будем рады представить нашим зрителям. Кроме того, сейчас мы ведем очень активные переговоры с нашими болгарскими коллегами для того, чтобы во второй половине этого года представить выставку. Мы надеемся, что она будет в нашем музее. Выставка уникальная. Мы сейчас определяем точно конкретно даты ее. Выставка будет называться «Золото в раке». Это будет показана уникальная коллекция памятников археологических, связанных от античного времени до Византии. Потрясающие находки, которые хранятся в болгарских музеях. Подобной выставки на территории нашей страны никогда не было. Я думаю, что она вызовет очень большой интерес. Кроме того, мы, как вы знаете, мы всегда работаем и с современными художниками. И на сей раз мы представим на суд зрителей коллекцию известного, очень известной художницы по металлу из Дагестана Магомедовой. Это будет выступ, который показывает и славные традиции дагестанских умельцев, злата-кузнецов и серебряников. Я думаю, что она тоже будет пользоваться большей популярностью. Ну, а сегодня я вас поздравляю с открытием выставки. Спасибо большое. По многим долгожданной, тем более, что она проходит в перекрестный год сотрудничества России и Голландии, Королевства Нидерландов, Российская Федерация и выставка под названием «Россия и Голландия. Пространство взаимодействия. Как нельзя кстати». Я думаю, что она будет популярна. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Алексей Ливыкин, директор Государственного исторического музея, сегодня в главной роли. Спасибо вам. Обязательно увидимся.